Всем привет! Каждый день команда Универ Ньюз готовит для тебя порцию свежих студенческих новостей. В эфире я, Диана Шилова, и мы начинаем. Почему молодые люди уезжают из Татарстана? Япония готова заключить мирный договор с Россией после решения территориального вопроса. Ученым КФУ удалось получить стабильное при комнатной температуре гамма-железо. В шоуроме Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета говорили о том, почему молодые люди уезжают из Татарстана, какие условия нужно создать для молодежи. Подробности в сюжете. Площадка по реализации общественных проектов. Мы способны предложить молодому человеку комплекс, если позволите, так сказать, сервисов, которые бы позволили ему реализовать свой потенциал. Потенциал профессиональный, самореализации творческой, инновационной, заниматься любимым делом, реализовывать себя. Как оказалось, основной пик миграции молодежи приходится на возраст от 17 до 19 лет, как раз в период поступления в высшие учебные заведения. Тенденции переезда в крупные города наблюдаются и у молодежи постарше. За последний год только порядка 118 тысяч, это люди до 35 лет, со всей России указали в своих резюме, что они хотели бы переехать в Москву. Сформулированные здесь идеи будут размещены на площадке карты инициатив для широкого общественного обсуждения. Главные же рекомендации поступят в органы государственной власти региона. Анна Глазунова, Леонардо Валерьяров, Универньюз. Последние два года Россия и Япония наращивают сотрудничество. Готовы ли стороны к подписанию мирного соглашения? Или спор вокруг Курильских островов так и будет препятствовать международных отношениях? Расскажем в нашем сюжете. Премьер-министр Японии Синзо Абе заявил, что готов заключить мирный договор с Россией после решения территориального вопроса. Спор о принадлежности Курильских островов и Туруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи остается нерешенным уже 70 лет. По словам премьер-министра Японии, договоренности с Россией, достигнутые в 2016 году, постепенно исполняются. Страны ведут совместную хозяйственную деятельность на островах, а бывшие жители могут посещать места захоронения предков. Конечно, обе стороны будут придерживаться своей позиции, но жизнь берет свое, и экономическое сотрудничество идет полным ходом. Если так пойдет дальше, то острова перестанут быть таким барьером разделяющим, а станут мостом, который нас соединяет. Всегда можно найти какую-то форму дополнительного соглашения о совместном использовании островов, но без пересмотра итогов мировой. В сентябре в ходе проведения Восточного экономического форума президент России предложил заключить мирный договор между двумя государствами до конца 2018 года без предварительных условий. Японские власти отказались от предложения до решения вопроса по территории. Несмотря на спорную ситуацию, взаимодействие необходимо обеим странам. Сейчас у нас могут быть новые санкции. В ноябре нам в Соединенных Штатах угрожает очередной порцией. И вот в этих условиях, конечно, нужны сильные экономические партнеры, которые могут и инвестиции свои вкладывать в нашу экономику. А мы, соответственно, Японии нужны после Фукусимской аварии. И особенно сейчас нужны энергоресурсы, которых у нее собственных нет. И российские были бы очень удобным дополнением к тому, что она привозит с Ближнего Востока. Российско-японские отношения распространяются не только на политику и экономику. Взаимодействие происходит и в научной сфере. Казанский федеральный университет сотрудничает со многими японскими вузами по обмену студентов. В августе 2017 года было получено подтверждение от Университета Канадзава о выигрыше совместной заявки КФУ, Университет Канадзавы-Рикен по программе грантов «Подготовка лидеров будущего» Министерства образования, культуры, спорта и науки Японии. Согласно этой программе, ежегодно около 100 студентов из Университета Канадзавы будут приезжать в КФУ и около 70 студентов КФУ в Университет Канадзавы. Уже на конец сентября 2018 года Казанский университет принял 80 человек из Канадзавы, а Канадзавский университет принял 30 студентов из Казанского университета. Перечень совместных проектов Института фундаментальной медицины и биологии КФУ и Рикен вошел в специальный выпуск правительственного информационного сборника «We are Tomodish», посвященного сотрудничеству Японии и России, опубликованного в преддверии визита в Японию в декабре 2016 года Владимира Путина. Два проекта КФУ и Рикен вошли в список приоритетных российско-японских проектов, утвержденных на встречу президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синзо Абе. Казанский университет осуществляет ряд научных разработок и для японских компаний, в частности для корпорации Язаки. Артем Тупичкин, Универ Ньюс. Как поступить, если вы внезапно столкнулись с действиями коррупционного характера? Правильный ответ в нашем следующем сюжете. В Казанском университете состоялось заседание с представителями всех институтов ВУЗа. На повестке дня стояли темы, связанные с антикоррупционной деятельностью. Встречу провел проректор по общим вопросам Казанского федерального университета. Решат Гузейера в своем выступлении озвучил схему рекомендуемых действий. Если сотрудник ВУЗа столкнется с поступками коррупционного характера. Прошу вас, эти вопросы не затаривать, а лучше приходите на антикоррупционную комиссию, будем рассматривать, как только мы рассмотрим, изучим его при помощи управления юридического и сами проведем исследование данного вопроса, придем к какому-то мнению и еще раз говорю, чтобы у вас было понимание собственной безопасности. Еще один вопрос повестки коснулся организации конкурсов прикладных и исследовательских работ на тему реализации антикоррупционной политики. Скорее всего, данный конкурс состоится уже в ближайшее время. Аделя Шамилова, Ленар Тавутияров, МирНИС. Печальная статистика говорит о том, что из-за незнания или несоблюдения правил на дороге ежегодно погибают и получают тяжелые травмы множество детей, подростков и молодых людей. Для студентов Елабужского института КФУ прошла лекция о профилактике дорожно-транспортного травматизма. Для студентов юридического факультета Елабужского института КФУ прошла открытая лекция о профилактике дорожно-транспортного травматизма. Им рассказали о структуре подразделений безопасности дорожного движения. Мы обсуждали со студентами, как нужно управлять автомобилем, какие нужно знать правила необходимые дорожного движения, те правила для пешеходов, именно в темное время суток, что нужно использовать, это световозвращающие элементы, и как нужно переходить в проезжую часть. Студенты просмотрели обучающее видео, а также задали интересующий вопрос о сдаче экзаменов на водительское удостоверение. В завершении мероприятия лектор поделилась интернет-ресурсами, где можно познакомиться с актуальной информацией. Анна Глазунова, Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, Универньюз. 25 октября в химическом институте имени Буттера КФУ прошла учебная эвакуация для студентов и сотрудников вуза. Об этом наш следующий сюжет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как оказалось, это не так. Данную гипотезу опровергли ученые Казанского университета и синтезировали уникальные наночастицы. Чем интересно открыть, его узнавал наш корреспондент. Процесс выращивания наночастиц железа достаточно сложный. При повышении температуры от комнатной до 900 градусов железо проходит разные стадии. В результате чего появляются аморфные соединения, оксиды, альфа-форма и, наконец, гамма-форма. Всегда возникает закономерный вопрос по поводу потенциального применения. Ну и да, здесь мы честно должны сказать, что мы пока как бы не знаем потенциального применения. Ученые не доходили до порога 917 градусов. Работали в диапазоне от 800 до 900 градусов Цельсия. Именно при таких температурах шло образование гамма-железа. Адель Шамилова, Зуфар Галимов, Виолетта Басова, Универ Ньюс. А на этом наш выпуск подходит к концу. Следите за нами в социальных сетях и будьте всегда в курсе самых свежих новостей. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова